всем приветики как же давно я не снимал видосики как будто бы целую вечность но вот сегодня решил снять показать вам мой микрофон который которым я вообще не пользуюсь но я его когда-то давно покупал мне просто лежит я его хочу отдать как бы ну и решил снять как бы такой обзорчик в общем покупался он в такой коробочке мне он не нужен потому что у меня как бы есть лучший вот поэтому в такой коробочке он покупался это как бы пластик вот такой в таком пластике собственно он и лежал такой вот пластиковая коробочка лежала а такая вот штучка и мне лежал сам микрофон это идет как настольный микрофон такой вот он стоит и даже кнопочка есть включение выключение вот включена выключена то есть он так по идее стоит и вы в него говорите она включили не надо выключили хотя может быть даже может быть даже и так типа я не знаю его не использовал но я я у него говорил когда сюда говоришь она прям уж бьет по ушам а когда сюда говоришь что он нормально но здесь тише слышно чем здесь с ним комплекте было получается вот это вот получается сама сама картонка которая лежала там на фоне своем и так микрофон настольный мк 390 свин собственно фирма модель кнопка включения выключения удобная поставка регулируемый угол наклона здесь у нас что и твой код дальше что изготовлено где а 14 14 году я типа этаж как давно было так 6 написано можно использовать для интернет-телефонии видеоконференции интерактивных игр изучение языков микрофон настольные характеристики модели такая это чувствительность правда мне об этом чем говорит типа я не шарю типа в диапазонах частот в чувствительности типа разъема ну разве что в штекере шарю в кабеле и в весе а вот в этих всех это видимо размер самого микрофона от 6 миллиметров 6 на 2 тоже вот короче в этом надо шарить и пошли понимать насколько он хорош я не особо шарю но я как типа на слух говоришь слушаешь если хорошо звучит значит на норм если не очень-то не очень вот характеристики на упаковке для презентации так в принципе ничего такого интересного кому интересно принципе может почитать там можно все это посмотреть это гарантия руководство пользователя здесь идет что назначение предназначен для общения через интернет записи слов и фраз при дистанционном изучении странных языков и контроля правильности их произношения для работы дома в офисе гибкая ножка короче понятно микрофон руководство и гарантийный талон а его кстати и нету а нет есть в углу он отлетел меры безопасности на это понятно что не что-то вскрывается не стоит двигаться влаги особенности подключить компу или просто используйте как это наверное не так это вот так это перемене примечание технически справочные и не могут служить то есть они типа и примерно и что типа вот у микрофон подключаешь гнездо и все ну все в принципе просто технические характеристики но это мы тоже в принципе видели такой вот руководство хотя принципе здесь одинаково все просто на разных языках а здесь тоже на разных языках все одно и то же принципе такая вот инструкция так что еще у нас идет гарантийный талон так вот модель обычно заполняется конечно же никто не заполнял хотя этот микрофон вот получается я его не использовал что интересно я его не использовал он лежал у меня просто на столе его когда купил один раз по вам включил и выключил кто у меня лежал лежал очень долго я его не использовал а потом вот недавно кстати как-то хотел использовать включил а звука с него нет он то что трещит хрипит не работать я выключил думал но все нужно выкидывается может быть перед тем как выкину разберу посмотрю а он заработал я решил снять видосик вот такой штекер у него такой провод плетеный это кстати хорошо потому что провод который такой не плетеная такой вот резиновый типа он затвердевает месяц тоже микрофон уже где-то с пятнадцатого года или или может быть даже раньше чем у девы и его сначала купил он потом тот купил и пользовался тем петличкой там короче он из такого типа материала типа как резинка и он уже затвердел то есть его ставишь так вот ровно вот если держу руками вот эту часть а там держишь она все равно стоит потому что он затвердел но в принципе в каких-то местах она типа перегибается сильно как здесь такие дуги появляются вот их ты их разгибаешь все но вот видно такая заломленная тоже типа засохла но где здесь как-то если у четыре ножки получаются такие вот поролоновые какие-то чтобы он не скользил кнопка включение выключения собственно он так вот сам согинается разгинается здесь как бы такая вот есть фиксация то есть ты стрекнул вот он завис стрекнул но здесь он уже падает вот она а с какого-то момента вот отсюда она стрекнула зависло вот так она падает а так все она уже с этого момента ну по идее не знаю как он должен стоять так на тебя направлен будет кстати видно не видно это микрофон сама когда у него говоришь прямо сюда это микрофон то прямо слышно как воздух бьет если в наушниках не слышно ты говоришь что привет и когда воздуху дыхаешь привет и она бабах прям по ушам бьет авторами когда сюда говоришь это код сидишь она говорит прямо в саму эту тогда он не бьет по ушам ну короче это все можно еще за 1000 покажу как это звучит в принципе на компьютере сам он выглядит вот так а как звучит сейчас покажу на компьютере ну в общем продолжаем тестировать только уже на столе он стоит вот так вот и в данный момент послушаем с звук с этого как он называют с микрофона то есть сейчас переходим на него итак сейчас идет звук самого микрофона то есть получается я вот на расстоянии здесь где-то примерно 10 сантиметров громкости так раз раз два три хай привет то есть в принципе вот так это громкость получается 100 уровень и усиление плюс 10 и я говорю в сам микрофон и тогда более-менее нормально слышно вот а если отдалиться то уже потише но если нет вообще микрофона то пойдет хотя а даже сейчас я говорю и порой вот слышно она бьет прямо в микрофон а если говорить сверху то 1 1 1 здесь прямо бьет еще сильнее но здесь лучше слышно если ты находишься дальше то есть если я вот с этой стороны нахожусь дальше меня слышно но плохо а с этой стороны я нахожусь дальше меня тоже слышно но уже лучше при этом я говорю ну да по направлению губы идут в микрофон а здесь но в принципе здесь тоже слышно на хуже то есть если сидеть далеко от него то лучше перевернуть вот так лучше слышно получается я сейчас подниму его и вот я примерно на расстоянии 10 сантиметров ну вот если выпрямиться так вот еще сяду но вот где-то сейчас я скажу 20 сантиметров то есть вот он стоит на столе получается вот вот он стоит и я ровно сижу и вот так меня слышно если начинать опускаться ниже то соответственно слышно будет громче то есть вот так но в принципе нормально когда губы направлены куда-то туда а если их направить в сам микрофон то уже слышно бьет вот если перевернуть то в принципе в принципе уже получше не так сильно бьет но тогда надо говорить прямо сам микрофон вот это что касается звука прямо вот напрямую как бы из системы можно усиление сделать больше она тогда шумов будет больше раз раз два три раз раз два три раз ай привет здравствуй но это я уже сижу прям прям вообще далеко сантиметров 30-40 вот так еще больше шумов но меня лучше слышно так ну щелчки лучше слышны чем у меня так 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 а если сделать вот так но уже прослушивать не через систему прослушивать через обработку получается у меня тут стоят фильтры тут много разных фильтров и уже шум пропада пропадает и немножко громче становится то есть как то так вот то есть для стрима в принципе хотя он звон звон какой-то слышен для стрима в принципе когда ничего нету и типа как начальной но в принципе пойдет собрал с обработкой да но все равно это плохой вариант потому что но это чтоб нормально было слышно тебе нужно говорить прямо сам микро ну вот это не очень удобно как бы вот да и вообще сейчас вот именно сейчас когда я его включал вот и после блин она прям жестко бьет по ушам сейчас когда я его настраивал получается время не настраивал а когда я снял обзор на него именно в живую а потом когда подключил к компьютеру и хотел сделать тест звука он жестко фонил то есть я подключил и даже не фонил а гудел слышишь на такое было я его начал вертеть провод и тогда тогда это как бы пропало то есть что-то с проводом не пропало а стало меньше но все равно гудела тогда я это жаль я не заснял был блин нет ужасный микрофон вообще не рекомендую он жестко прямо ловит удары звука микрофон это прямо ужас поэтому не рекомендую вообще носа вообще ничего нет и это типа на то что хватает денег ну это лучше чем ничего конечно но это самый плохой вариант и да блин я не могу в него говорить это жесть просто сейчас лучше я продолжу на камеру в общем что хочу сказать если нет денег вообще на на если вас вообще ничего нет и типа вы можете купить только только такой микрофон то в принципе ну что делать пойдет это лучше чем вообще ничего вас хотя бы услышать но это самый плохой вариант постоянно буду как вы слышали посту в уши бить вот эти вот удары звуковые постоянно будет какой-то напряг такой звуковой для слушателей это жестко либо нужно будет следить как-то так дальше чтобы она не мешала либо какой-то свой самодельный поп-фильтр сюда лепить в общем это максимально неудобно и что еще и же когда я включал шло гудение такое у какой-то непонятно я курс оборот он стал как-то потише но все равно было и жалко не заснялась момента просто взял так вот и ударил ему по клавиатуру пару раз и она пропал я не знаю получится ли я могу попробовать в принципе сейчас точно кожа повторить это бы жестко ну то есть вернуть это будет денеж вы услышали сейчас попробую это сделать так нет нет но не возвращается это гудение в общем кстати когда просто говоришь вот так вот без всяких фильтров они все равно бьет просто через программу это более жестко слышно потому что она усиливает эффект вообще как я понял лучше говорить не в само не в само отверстие как бы не в боковое не верхняя а именно куда-то в бок то есть можно вот так вот в бок говорить и это уже будет как бы слой слышно но не будет травмировать уши слушающих но это вообще не очень ну вот например даже поставить его на стол вот допустим да я стример сижу транслируем там не она в принципе вас его так то в принципе нормально раздва привет всем привет начинаем стрим сегодня я вам покажу какой я классный стример смотрите-ка мы играем а нет мы уже не играем но вот в принципе так ну не знаю жестко хотя если с обработкой так час если с обработкой так так стоп здравствуйте сегодня мы начинаем наш стрим и вы увидите то чего не видели никогда а а что вы узнаете далее в принципе начинаем но в принципе принципе не на жестко не на в принципе нормально если говорить не в сам микрофон если у вас вообще ничего нет и это единственный вариант принципе это вас хотя бы будет слышно но тогда нужно сделать я не знаю как то так чтобы вы прям не попадали в микрофон то есть говорится именно смотря в монитор а чтоб микрофон стоял под вами то есть монитор стоит а вы над ним и говорите не у него потому что если в него ну воздух когда попадает в него то слышно такие прям удары по ушам а если в другую сторону то в принципе нормально но тиховато можно сделать усиление правда с усилением когда вы будете попадать в микрофон это прям будет жесть это реально будет жесть хотя у меня усиление максимальное вот в принципе такой микрофон ну честно говоря не очень по сравнению с тем что у меня есть например бы 800 конечно же не очень но для начинающего в принципе если вообще ничего нет то пойдет принципе все вообще начальный уровень это типа норм но вообще он максимально плохой мне кажется он у меня все время все время лежал я им один раз попользовался когда когда купил потом он у меня лежал потом я его через несколько лет включил и он не заработал блин я сам себя слышу это немножко напрягает и он не заработал он как-то начал трещать крепеть звука не было потом я его когда второй раз включил тогда он заработал вот видимо была какая-то проблема с проводом то что я начал шевелить провод вот даже сейчас я его включил сегодня и какое-то жесткое трещание хрипение шло я пошевелил провод стало получше я ударил микрофоном об стол и она пропала но это не норм по моему это вообще бред какой-то то есть максимум максимально некачественный микрофон конечно если есть возможность купить другой лучше купить другой вот но пожалуй на этом все всем пакет да у вас вы слышите такое фон небольшой и вот прижимаюсь к микрофону губами и слышно такое гудение слабое а было еще ладно мои хорошие я прощаюсь с вами это был обзор микрофона микрофона свн мк а дальше я забыл на этом все всем пакет да у